Сегодня в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства подводили итоги уходящего года и говорили о планах на будущее. Сейчас в регионе 714 автобусных маршрутов осуществляют работу. Важной задачей развития пассажирских перевозок мы видим внедрение в отрасль цифровизации. Здесь необходимо продолжить работу пассажиры, чтобы люди имели информацию о расписании движения, о месторасположении транспортных средств посредством сети интернет. Таких ресурсов, как БАЗ-64, например, Яндекс.Транспорт и другие. Нашим жителям эти сервисы позволяют следить за передвижением, местоположением транспортных средств, планировать в режиме реального времени свои поездки. Что касается планов на следующий год, то это повсеместное введение безналичной оплаты в любом автобусе или троллейбусе региона. Сейчас же она есть только в 62% от всего подвижного состава области. В текущем году на территории Саратовской области зарегистрировано увеличение количества ДТП с участием автобуса на 1,5% и составило 209 ДТП. При этом число погибших и раненых в них людей увеличилось на 7,1%, составило 15 человек, и на 0,9% раненых, соответственно, и составило 333 человека. Число же ДТП по вине водителя автобусов сократилось на 4,3, что не может не радовать, так как показывает на дисциплинированность именно перевозчиков. Также в следующем году ужесточат требования к перевозчикам. В каждой единице общественного транспорта должен будет быть тахограф. Сейчас же этим оборудованием оснащено лишь 10% подвижного состава региона. Надежда Новикова, Роман Шильдяев, Саратов, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова